дорогие друзья всем огромный привет меня зовут софия добро пожаловать на канал про вино без кино и домино мы с вами продолжаем изучать италию и следующий северный регион до которого мы все-таки уже добрались это фриули венеция джулия и как и в прошлый раз мы с вами немножечко остановимся на теме как же пишется правильно это название сколько тире дефисов нужно ставить и если в прошлый раз мы с вами говорили о том что в тринкена альта одежда ставится один то в этом названии в фриули венеция джулия не ставится ни одного тире дефиса потому что раньше он был разделяя также два региона фриули и венеция джулия но 2001 года и его упростили поэтому просто три слова через пробел и без дефисов без тире фриули венеция джулия в этом смысле и конечно можно найти огромное количество разных написаний с одним с двумя с дефисами без них в разных местах но мы с вами будем знать что их вообще не надо ставить фриули венеция джулия это северный регион италии как и другие регионы через северную свою границу через альпы он граничит с австрией на западе находится итальянский регион венето которому мы перейдем в следующем видео на востоке находится славения а на юге этого региона адриатическое море как и большинство регионов италии фриули венеция джулия прошел через долгую историю будучи и сначала частью венецианской республики а потом в какое-то время был частью австро-венгерской империи и поэтому мы с вами можем говорить о том что там ходит официально достаточно много языков это и итальянские официальные также здесь говорят на словенском на хорватском на местном диалекте фриулана и даже административные надписи могут быть не только на итальянском но и на словенском соответственно и принадлежность разным странам разное время принесла в этот регион международные сорта винограда такие как савиньон план каберне савиньон каберне франша в данные пина нуар пиноплан так и немецко-австрийские сорта винограда такие как милюртургау гевюртстроминер рислинг здесь используются также есть славянские сорта винограда и естественно не обошлось без местных автохтонных сортов винограда в данном регионе в основном производятся белые вина и 40 процентов из красных вин производится на основе мерло то есть это чистое мерло либо основа бленда и регион сосредоточен на производстве качества а не количества здесь достаточно небольшая плотность посадок и здесь собирать всего три с половиной тонны винограда с акра это очень немного что в принципе приводит конечно же к повышению стоимости на эти вина насколько я знаю в этом регионе есть 10 доков и 4 диод шиджи первый док о котором мы с вами поговорим это фриули граф это достаточно большой регион он отвечает за производство больше чем половины вин это такая пологая местность здесь очень много agrade очень много камней песчаник здесь также встречается глина и здесь производится очень много вин в том числе производится здесь кстати пиногриджу и prosecco это не тот процэ к которому мы привыкли хотя ион в том процессо которого мы привыкли мы с вами поговорим чуть попозже не в этом видео и здесь производится очень Очень много вин из международной сортов винограда, Каберне-Савиньон, Каберне-Фран, Савиньон-Блан, Шардоне. Это субрегион базовых вин данного региона. Если мы посмотрим восточнее, то увидим два дока. Это Коли-Ориентали-Дель-Фриули, то есть восточные холмы, и Док-Колио или Док-Колио-Гурциано. Колио переводится как холм, то есть Коли-Ориентали это восточные холмы. И вот эта местность как раз холмистая, как раз обращена холмами к югу. Здесь выращиваются и производятся более премиальные вина. Опять же список тех же сортов винограда тот же самый, но здесь считается, что эти вина чуть более насыщенные, более качественные. Коли-Ориентали-Дель-Фриули это такой регион, который с севера защищен Альпами, с юга, естественно, испытывает морской бриз, обращены склоны холмы на юг. Идеальное вообще такое сочетание у нас с вами получается. Здесь выращиваются, естественно, международные сорта винограда, которые мы с вами уже перечисляли. Но стоит обратить внимание и на местные сорта винограда, например, сорт винограда Фриулана. Сорт винограда Фриулана дает хрустящие вина с достаточно высокой кислотностью, чем-то напоминает Савиньон Блан, но менее насыщенный. Также у него в аромате есть оттенки абрикоса и персика. Напоминает он Савиньон Блан тем, что у него есть еще ароматы крыжовника, зеленой скошенной травы, а в послевкусии немного миндального аромата. Вина из Фриулана подходят тем людям, которые нравится Савиньон Блан, но они считают его более насыщенным, то вот такой более легкий вариант это Фриулана. Следующий местный автоктонный сорт винограда это Рибола Джала. Это сорт винограда, тоже дающий вина с хорошей кислотностью. Часто его делают игристым, кстати, и у него более такой экзотический аромат. Это мандаринов, персиков, нектаринов. Очень тоже интересно, особенно в игристом варианте. Честно говоря, не знаю, продают в наших магазинах такие вина или нет, но скорее всего нет. Но если будет возможность, интересно попробовать, тем более это местный сорт винограда. И достаточно интересные вина получаются. Третий автоктонный сорт винограда, который я вам посоветую из этого региона, это Мальвазия. Тоже бывают игристые и в основном тихие вина. Мальвазия чем-то напоминает парфюмные сорта винограда, но в более сдержанном варианте, опять же в таком более кислотном, хрустящем варианте. Тоже интересное вино получается, тоже советую попробовать. На территории Коли Ориентали находятся два сладких Диочи Джи. Это Диочи Джи Романдолу из сорта винограда Вердуццо и Диочи Джи Пиколит из сорта винограда Пиколит. Эти сладкие вина делают в основном методом посита из данных сортов винограда. Что интересно, раз мы с вами говорили, что в винах данного региона сохраняется хорошая кислотность, то данные сладкие вина очень сбалансированы, так как у них кроме высокого сахара еще высокая кислотность. В общем, они очень вкусно, хорошо пьются и не зря получили Диочи Джи, в общем, ценятся на рынке. На самом юге региона, на полуострове Истриан Пенинсула находится регион Карсо. Там же, кстати, находится центр региона, столица региона Триесте. И в регионе Карсо тоже делают интересные вина. Вообще, здесь очень близко Словения. И так как здесь очень близко Словения, здесь много славянских сортов винограда, а также здесь, в принципе, могут виноградники располагаться частично в Италии, частично в Словении. Да, сбор с этих виноградников не будет иметь Карсо, но будет итальянским вином на бутылке указания. И здесь, в этом регионе, в одном из первых из Италии начали делать оранжевые вина, то есть из Словении. Пришла эта традиция, вообще эта традиция пришла из Грузии, но постепенно добралась и до Италии. Что такое оранжевые вина, почему сейчас все от них в восторге? Оранжевые вина, это белые вина, грубо говоря, сделанные по тому методу, как делают красные вина. Чем отличается вообще история? Когда происходит брожение, для белых вин обычно жмых отделяют, так как он не нужен, а для красных оставляют, так как иначе не будет красного цвета, ведь весь цвет находится в кожуре винограда. Так вот, оранжевые вина делают по красному методу, то есть брожение происходит со всем жмыхом, с кожицей винограда и со всем этим остатком. И что и придает оранжевым винам их оранжевый цвет, еще их называют янтарными винами, amber wines, orange wines и так далее. У этих вин необычный аромат и вкус для белых вин, так как естественно из кожицы, пусть и белого винограда, они приобретают танины и получается такой диссонанс. Вроде бы это и белое вино, но легкости белого вина нет, больше напоминают по ощущениям во рту красное вино. Ну и соответственно нехарактерный для белых вин вкус и аромат это сушеных фруктов, чайных листьев, очень присутствует аромат оксидации, так как естественно никто эту оксидацию не останавливает. Поэтому такой ореховый аромат, немножко сладковатый у этих вин присутствует. Также за счет почв у этих вин очень приятная минеральность, за счет метода производства очень долгий финиш у этих вин и такие бархатистые танины у белых вин. Почему все сходят с ума? Ну просто это что-то новенькое. Вообще в местном законодательстве не особо ограничено из каких сортов винограда можно делать оранжевые вина, но в основном это пиногриджо, мальвазия, рибола джала и славянский сорт винограда витовска. Также в этом регионе стоит обратить внимание на местный автохтонный сорт винограда Террано, из него делают красные вина с ароматом красных фруктов и подлеска, опять же тоже высокая кислотность и бархатистые танины. В этом регионе также делают сладкие вина, но методом лейт харвист, то есть поздный сбор делают из шардоне, из пинобланко, из вердуццо и из фриулана. Все эти сорта винограда дают прекрасные вина, сбалансированные, опять же за сбалансированной сладостью и кислотностью. Тоже, кстати, представляете, еще нашли мы один регион, где делают сладкие вина, то есть их достаточно много делают, просто они достаточно дорого стоят. Есть во фриуле Венеция Джулия и другие субрегионы, например, между Колио и Карсо есть регион фриули и Сонзо, но к нему относятся, в общем, общие характеристики, которые я сказала в начале видео, и нет ничего такого, чтобы стоило повторяться. Есть также маленькие регионы, например, регион Ания, Аквилея, Латизана, Лизон. Это маленькие регионы, в которых делается не так уж и много вина, мы вряд ли его встретим в магазине, вряд ли что-то будет с ними связанное, поэтому про них рассказывать не буду. Но если вам будет интересно, то более подробно когда-нибудь, может, сниму видео. Но про них можно сказать все то же самое, что, опять же, говорил в начале видео. По сортам винограда и по винам, которые делаются во фриуле Венеция Джулия, мы уже с вами поговорили все, что нам надо с вами знать для счастливой жизни. Давайте осветим один оставшийся вопрос, находится ли Венеция в регионе фриули Венеция Джулия. Подумайте внимательно, да или нет. Находится ли Венеция в регионе фриули Венеция Джулия? Как думаете, да или нет? Нет, не находится Венеция. Венеция находится в регионе Венето, это недалеко. В следующий раз мы с вами о нем поговорим, но в регионе, в котором называется Венеция, Венеция не находится. Это слово появилось в этом регионе, потому что во времена Венецианской империи этот регион, естественно, ей принадлежал, поэтому историческое название осталось. Но город, к сожалению, находится в другом регионе. И мы с вами теперь очень умны, мы с вами достаточно много знаем и знаем даже вот такие вот интересные штучки. А на сегодня у меня все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца, как всегда я вас за это благодарю. Мне сказали, что надо говорить, ставьте лайк на видео, подписывайтесь, но я думаю, что вы у меня умненькие и так об этом знаете. В инстаграме, кстати, я часто выкладываю всякие винные мемы, викторины. Там не бывает моих селфи, типа посмотрите, я какая красивая и прикольная. Там такая интересная информация вообще про вино. Так что кому интересно, у кого есть инстаграм, тоже можете что-нибудь там почитать. А я с вами прощаюсь, я желаю вам хорошего вечера, до новых встреч на моем канале. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok